Друзья, всем привет! Видео с Минского автоконфиската Сегодня посмотрим новые поступления А перед просмотром данного видео Хочу порекомендовать вам приложение Автолом, которое поспособствует вам Продать Автомобиль Или купить его А также можно через это приложение Продавать б.у. запчасти Без особого труда Приложение полностью бесплатное Главное интуитивно понятное Приложение работает Как на андроид, так и на аос Друзья, ссылочка на приложение Под видео в описании Ну а перед просмотром данного Видео, огромная просьба поставить Под этим видео лайк, написать свой Комментарий, ну и друзья Всем приятного просмотра Друзья, Chevrolet Avio 2012 года 1.6 бензин Просят за нее 12 312 рублей Ну где-то 5 5.300, наверное, долларов Где-то около этого Реализация через интернет-аукцион Можно видеть, отсутствует решетка На бампере По оптике вроде Все целое, без трещин Он пятидверный В принципе, относительно Визуально в неплохом состоянии Есть вот небольшая притертость По боку Можно видеть Здесь, скорее всего, уже надо будет красить Ну а что касается Здесь, может даже Двери и заполируются На литых дисках 195-65R15 На неплохой летней резине Хотя, друзья, вот она решетка От переднего бампера Лежит в салоне Можно видеть чехлы под кожу Коробка автомат Ну он комплектный Все полностью Вроде как Визуальное состояние Совсем даже неплохое Друзья, следующий Ford Ranger 2013 года 2.2 дизель 24 192 рубля За него просят Получается Примерно 11,5 тысяч долларов Стартовая цена Можно видеть У него повреждения Притертость по боку Плюс спереди Не хватает бампера Не похоже, что был удар Такое ощущение Что его просто Частично может быть Разобрали Хотя И слегонца Он покусанный Можно видеть Небольшие повреждения Есть Резина Уже лысоватая На механической Коробке передач Велюровый салон Можно видеть С пассажирской стороны Обшивка с двери Снята Вполне возможно Что она есть Вот такой вот Пикап Давайте обойдем С другой стороны Посмотрим С этой стороны Стоит запаска Судя по всему По этим Повреждениям Было завалено Скорее всего Крыло Видно Что его рихтовали Тут Вот он По боку Протянули С легонца И вот оно Поврежденное Колесо Ауди А6 В универсале 2007 года 3 литра дизель 11 448 рублей За нее просят Получается Немного больше 5000 долларов Также она частично Разобрана Можно видеть Что оптика снята Бампера Решетка спереди Может быть Что-то еще разобрано Под капотом Этого конечно Я не знаю Видно что Скорее всего Резина Колеса не от нее стоят Полулысая такая Резина Скорее всего Не родная Ох Ребят И здесь Он внутри Разобран Можно видеть Но я не знаю Причина Может быть На таможне Где-то Контрабанду Какую-то Возили И его Разобрали Можно видеть Обшивки дверей Панель приборов Все разобрано Здесь тоже Заднего дивана Нету Сидений Полностью Даже До сидений Добрались Как-то так Друзья Сзади Тоже Оптики Нету Фар Нету Бампера Нету Колеса Понятное Дело Что Видно Кто-то Поставил Уже Неродные Они даже Видно Не подходили Там Какую-то Химию Каких-то Болтов Насували Если Видно Друзья Кстати Есть Важная Информация 10 Числа Это будет Среда В 7 часов Вечера В 19.00 Будет прямой Эфир На канале Также В прямом Эфире Мне помогать Будет Уководитель Аукциона Аварийных Автомобилей Белавтолот Николай Он также Неоднократно Участвовал В моих Видеоблогах Так что Кому будет Интересно Позадавать Вопросы Связанные Например С ДТП Со страховыми Случаями С аукционами И тому подобное То есть Обращайтесь Пишите Так как Будет прямой Эфир И в прямом Эфире Вы сможете Задать Интересующие Интересные Для вас Вопросы Мы постараемся На все ваши Вопросы Ответить И может быть В чем-то Даже вам Помочь Так скажем Такая вот Помощь В прямом Эфире Будет Советами Ну а может быть Не только Советами Если у кого-то Какая-то Там Возникла Проблемка Связанная Со страховкой С ДТП И тому подобное С аукционами Какие-то Вопросы Возникают То друзья Еще раз Повторюсь 10 числа В среду В 19.00 Будет Прямой Эфир На канале Форт Мондео 2001 Года Аварийный Двухлитровый Дизель 2592 Рубля За него Просят Где-то Получается 1200 Долларов Повреждение Лобовой Удар Давайте Посмотрим Но Более чем Уверен Что двигатель Целый Не пострадал Может быть Что-то По навеске Скорее всего Да не Скорее всего Радиаторы Вон Выкидывать Скорее всего Они Полностью Пробиты Деформированные Сломанные Ну а так По большому Счету По кузовщине Это Крыло Бампер Капот Фара С этой стороны Фара Целая Конечно Есть по нему Еще и коррозии Немного Не без этого Все-таки Это Форд Пыльную Немножко Давайте Посмотрим Да Две подушки Безопасности Стрельнули Он на коробке Механической На пятиступке Велюровый Салон Это Универсал Бывалый Бывалый Форд Можно Видеть Ну хотя Скажете Вы Что Все-таки 2001 Год Поэтому Понятно Что Есть Следы Эксплуатации Есть Коррозия Но друзья Цена На мой взгляд Более-менее Нормальная 1200 Ну конечно Вопрос Цены Ремонта Если конечно Человек возьмет И сам будет Восстанавливать Если шарит В этом Ну или где-то Найдет подешевле То наверное Имеет место быть Потому что Цена вроде как Более-менее Нормальная 1200 Долларов Опель Астра 96 Года 1.6 Бензин 2700 За нее Просят Ну примерно Где-то Это наверное 1250 1300 Долларов Можно Видеть Отсутствует Крыло Ну по крайней мере Спереди Неплохая Резина Есть Коррозия Не без Этого Механическая Коробка Передач Универсал Ну в принципе 4 колеса 4 покрышки С нормальным Протектором Хотя и Зимним Ну вот Сзади Выглядит Вот таким Вот образом Все тут Уже В плачевном Состоянии Имеется Фаркоп Ну друзья На мой Взгляд Подзавышен Ценник Не без Этого Ну и Давайте По этой Стороне За такой Автомобиль Ценник Конечно Точно Завышен И неплохо Нужно Видеть Здесь Все Как-то Кривенько Горбато Можно Видеть Заднее Крыло Загрунтовано Порог Загрунтован Ну уже Опять Коррозия Жуки Полезли Вот оно Собственно Крыло Лежит Переднее Ну такое Скорее всего Уже Под замену Оно Все Покромсанное Страшное Ржавое Друзья Друзья И скоро Также В ближайшие Дни Выйдет Видео С коммерческим Транспортом Все дельные Тягачи Прицепы Полуприцепы Также Трактора Которые Есть В наличии На минском Автоконфискате Друзья Смотрите По сельхозтехнике Появился Вот такой Вот шасик Ну в простонародье Его называют Шасик А так Это Т-16 Ну такой Судя по всему Он на ходу Достаточно Живой И визуально В нормальном Состоянии На самом деле Видно Что его Эксплуатировали Хотя Есть Здесь Что-то Сопливит Вон С гидравлики Скорее всего Но тем не менее Скорее всего Он на ходу И Судя по всему В нормальном состоянии По крайней мере В рабочем Ну какая Стоимость На него будет Сложно сказать Он сейчас На приемке